Мы можем продолжить действие кофермента КУ. Вы можете это прочесть, я не буду ваше внимание на этом акцентировать. Это прежде всего поддержание работы сердечно-сосудистой системы, поддержание работы митохондрии, поддержание иммунитета. Иммунитета, я это каждый раз повторяю, у нас ситуация сейчас именно такая. И вот уже последняя часть, я, наверное, вас утомил, механизмы действия и комбинации при разных аспектах действия на сердечно-сосудистую систему. Я вам должен сказать, что эти же комбинации с вариациями точно так же будут благоприятнейшим образом действовать на поддержание иммунитета. Вы можете их совершенно спокойно использовать. Вот кардиотоническое действие, улучшение работы сердечной мышцы, антиаритмическое действие. Ну, если сразу сказать, а к иммунитету вот то, что здесь написано, имеет отношение? Самое прямое, пожалуйста, омега-3 жирные, полиненасыщенные жирные кислоты, простагландины, противовоспалительные факторы. Далее. Витамины Е и С, мы с вами уже говорили, даже говорить не надо повторять. Карнитин с коферментом Ку – это энергизирующий фактор, а без энергии никакие иммунные клетки не могут образовываться и функционировать. Магний абсолютно необходим для работы АТФ. Селен только что говорили. Медь необходима вместе с цинком, необходима для нормализации сосудистой стенки, сосудов, капилляров, в том числе капилляров, альвелу легких, кстати говоря. Калий – регулятор сердечного ритма. Калий является компонентом всех генетических молекул, абсолютно всех. Так что здесь за каждым из этих пунктов, казалось бы, действие на сердечно-сосудистую систему скрывается и действие на иммунитет. Вот. Далее смотрим. Стоп, стоп. Я прошу прощения, я не то нажал. Как же вернуться теперь? А, вот. Улучшение спазмолитической гипотензивной действий. Вот перед вами представлено. Улучшение состояния сосудистой стенки сосудов. И, безусловно, видите, здесь ссылка на очень авторитетного американского автора. Состояние сосудистой стенки. 2003 год. Это сотрудник доктора Полинга, кстати говоря, что немаловажно. Снижение уровня холестерина. Антитромбическое действие. Антитромбическое действие. И вот несколько слов, если вы позволите, на эту тему. Дело в том, что вирус, я возвращаюсь к вирусу, коронавирусу. Опасность коронавируса состоит в том, что в его гене имеются компоненты вируса ВИЧ-инфекции, то есть ПИДа. И он подавляет иммунитет. Доктор Громов Андрей Александрович, Новосибирский научный центр, выступил с очень интересной информацией, я вам процитирую, что при воспалении, легочном воспалении, по действиям коронавируса происходит многочисленное кровоизлияние и тромбообразование, микротромбирование, альвеол. И поэтому он предложил обязательно использовать в профилактике вот этих состояний, связанных с коронавирусом, антитромбические продукты. Он предложил один из фармацевтических продуктов, мы о нем говорить с вами не будем, если надо будет, вы спросите, я назову его название. А я говорю вот о тех системах природных, о которых мы с вами все время говорим, антитромбическое действие, вы скажете, а вот при том, что самым тяжелым осложнением вот этого действия вируса на легочную ткань является микротромбирование, спад, спадаемость вот этих альвеол и дефицит дыхания и в конце концов летальный исход. Вот, пожалуйста, перед вами компоненты природные, которые вот обладают способностью оказывать антитромбическое действие. Добавим сюда полипринолы к любой из этой композиций и мы с вами получим эффективную систему, которая не убивает вирус, мы об этом не говорим, но создает защиту организма от последствий действия его и сопутствующих бактериальных инфекций, которые всегда сопровождают действия вируса. Вот такие вот, понимаете, как мы, как все честно связано между собой. Вот на всякий случай я привожу рецептуры антиоксидантных композиций для профилактики оксидативного стресса, а любая инфекция, в том числе вирусная и эта вирусная, это оксидативный стресс. Это универсальная реакция, так называемая свободно-радикальная патология. Вот я бы привел на выбор композиции самые разнообразные с дозами, которые целесообразно регулярно каждый день использовать в поддержании собственной иммунитета. И, конечно, и в заключение, естественно, иммуномодуляторы. Иммуномодуляторы – это один из ведущих компонентов, но никакой иммуномодулятор не может работать без вот этого витамино-минерального микронутриентного обеспечения. И надо сказать, что...